Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно. Он-то и делает открытие. Эта цитата Альберта Эйнштейна замечательно описывает положение дел в науке во все времена. Ученые рьяно хотят все открыть, доказать, да объяснить. Создается впечатление, будто каждое поколение исследователей хочет стать тем самым шустрым последним звеном, которое откроет, докажет, да объяснит все, что только можно, дабы следующее поколение могло спать спокойно и ничем голову не забивать. В нашей истории в роли невежды уступает домохозяйка. Есть такая интересная штука, как паркет. Математически. Паркет или замощение – это разбиение плоскости многоугольниками без пробелов и перекрытий. Треугольников для замощения можно придумать много, четырехугольников тоже полно. Бесконечное количество, если быть точным. Шестиугольников, что годятся для паркета, известно три, а вот с пятиугольниками все намного веселее. Первую попытку упорядочить все это дело предпринял аспирант Франкфуртского университета Карл Рейнхарт. Он описал пять примеров и постановил, что больше нет. Спустя полсотни лет математик Ричард Киршнер нашел еще три примера и уверенно заявил, что теперь-то вот все. В 1975 году в журнале Scientific American вышла статья, в которой Мартин Гарднер, известный в то время популяризатор науки, предложил читателям попробовать свои силы в поиске новых вариантов. Тут как тут появился Ричард Джеймс, чтобы порадовать всех девятым вариантом замощения. Все математики посмотрели, обсудили и решили. Больше нет. Последний. Вот он, нашелся. Последний. Но это не точно. Денег, как Сэм Ллойд из истории с пятнашками, в статье не предлагали, но номер журнала заинтересовал обычную американскую домохозяйку. Звали ее Марджори Райс. Многодетную мать из Сан-Диего не предупредили, что поиск этих самых пятиугольников – открытая проблема математики. И за последующие 20 лет Райс от нечего делать находит еще четыре способа. Спустя восемь лет после публикации ее открытия в 1985 году, Рольф Штайн из Дортмундского университета сообщил об обнаружении 14 типа паркета, добавив, что его находка ставит точку в перечислении типов пятиугольников, тем самым полностью решает задачу их классификаций. Так и закончилась эта замечательная история. Хотя нет, куда там. По прошествии еще 30 лет, в 2015 году, профессора Кейси Манн и Дженнифер Маклауд, а также бакалавр Дэвид фон Дюрей из Вашингтонского университета, открыли 15 тип. Кто бы мог подумать, несмотря на простоту задачи, суть которой поймет каждый, в поисках 15-го пятиугольника американцы использовали суперкомпьютер. Манн также отмечает, что задача имеет и практический интерес. Многие структуры, которые мы видим в природе, например, капсиды вирусов, состоят из специальным образом формирующих свою геометрию и динамику строительных блоков, объединяющихся вместе для формирования структуры большего масштаба, информирует математик. Так что подумав над 16-м примером замощения, каждый из нас может помочь науке. Если суперкомпьютера под рукой у Вас нет, не отчаивайтесь. Ножницы, бумага, немного терпения, а там глядишь, что-нибудь досложится.